Одно из самых громких задержаний Хизбут-Тахрировцев произошло еще в 2014 году в Альметьевске. Тогда на скамью подсудимых попали 8 человек, среди которых Альберт Валиулин, народный артист Татарстана. Тогда судья отправил всех лидеров Хизбут-Тахрир в колонию строгого режима на 145 лет и 8 месяцев. Самый большой срок получил Асгат Хафизов. За решетку он проведет 19 лет и 2 месяца. На этих кадрах задержание радикальных исламистов месяц назад. Одного из участников поймали в тот момент, когда он забирал оружие из тайника. Одновременно оперативники задержали еще 6 членов запрещенной в России террористической группировки, а также 11 человек, которые попали под их влияние. Установлено, что задержанные проводили вербовку подростков в набережных Челнах и готовили теракты. В домах террористов были найдены оружие, боеприпасы и экстремистская литература. И сегодня вновь сообщается о задержании. На этот раз в Ознакаевском и Бугульминском районах республики. При обысках вновь обнаружена экстремистская литература. Указания радикальные исламисты получали от своих западных кураторов, которые пропагандируют доктрину создания так называемого всемирного халифата. Хизбут Тахрир Аль-Ислами была признана террористической и запрещенной на территории Российской Федерации в 2003 году. А значит, деятельность всех ее членов будет преследоваться по закону. К слову, массовые задержания радикальных исламистов проходят регулярно не только в Татарстане, но и в других регионах нашей страны. Артем Логвинов, Владимир Ладушкин, Телеканал Эфир.